Традиционно одним из главных вопросов встречи стал рост заработных плат работников разных отраслей экономики края. Несмотря на то, что в здравоохранении уже перешли на новую систему оплаты и увеличили долю окладной части, фонды оплаты труда остались неизменными. На наш взгляд будет определенная сложность в части увеличения в целом заработной платы без дополнительных вливаний в бюджет на фонд оплаты труда. Поэтому один из вопросов сегодня это, конечно же, планируются ли дополнительные средства на эти цели в части увеличения именно заработной платы. Виктор Томенко отметил, что по итогам минувшего года в консолидированном бюджете края фонд заработной платы составил 35,5 миллиардов рублей. Это на 15% выше, чем годом ранее. В бюджете на текущий год также запланировано очередное увеличение. Примерно 38,3 миллиарда рублей. То есть где-то мы 11-процентный еще рост заработной платы заложили сразу в планы. Мы, конечно, продолжаем искать возможности в дальнейшем повышать заработную плату. Да и вообще все виды доходов и поддержки наших с вами жителей. Но, естественно, здесь мы опираемся на финансовые возможности. В ближайшее время планируется дополнительно выделить полтора миллиарда рублей на увеличение фонда заработной платы. Соответствующий законопроект рассмотрит АКЗС. Еще одной темой обсуждения на встрече стали проблемы муниципального общественного транспорта. Некоторые предприятия на грани банкротства. И, по мнению главы региона, требуются уже не точечные меры, а комплексное решение. Я запланировал вопрос об организации транспортного обслуживания. Я особенно пассажирских перевозок по территории всего края запланировал, чтобы мы посмотрели внимательно на правительстве. Виктор Томенко поздравил участников встречи с наступающим праздником и выразил надежду, что взаимодействие власти и профсоюзов будет и в дальнейшем способствовать эффективному соблюдению прав трудящихся. Глеб Поленский, Роман Хайрулин, Новости.